Всем привет! Сегодня готовим праздничное мясо. Это фаршированная рулька, она нежнейшая. Тушится в духовке несколько часов, мясо тает во рту, вам обязательно понравится. Итак, готовим праздничное мясо. Начнем с луковицы. Мне нужна одна луковица, ее нужно порезать полукольцами. Если у вас луковица крупная, режьте четверть кольцами. Я порежу вот так. В сковородку на растительное масло отправляем луковицу и зажариваем ее до золотистого цвета. Теперь грибочки. Грибочки я делаю так, я режу их на 4 части. У меня крупные просто грибы. Смотрите, перерезаю вот так, чтобы грибы были крупные. Грибы отправляем рядом на сухую сковородку и ждем, чтобы вся влага из них выпарилась. Подготовим специи. Мне понадобится целая головка почищенного чеснока. Пропускаем ее через пресс. Две чайные ложки крупномолотого перца и пол чайной ложки молотого лаврового листа. Все это перемешиваем. Вот это и будут мои специи. И вот основа нашего рецепта это рулька. Я поехала на рынок и купила вот такую огромнейшую, смотрите, мясную рульку. Я прям прошу, чтобы мне сделали такую большую, вот ее бывает меньше режут. Я прошу, чтобы мне сделали большую, выбрали вот такую мясную, не сальную. Поэтому выберите хороший шмат. И еще мне понадобится 6 куриных ножек. Ну, начнем с самой рульки. Пожаренный лучок откидываем на сито. Пусть он пока лежит и все масло ненужное стечет вниз. Пока у меня остались здесь грибочки, я подожду, чтобы вся влага из них хорошенько выпарилась. Это займет время. А пока что я займусь рулькой. Значит, что нужно сделать? Ну, вот эту печать однозначно нужно срезать. Как говорит мой муж, свинина была с наколками. Крутая. Или накрученная. Так, теперь, нашли кость. Нашли то место, там где, ну вот, меньше всего мяса и сразу начинается косточка. Здесь много, здесь много, вот здесь меньше всего. Вот здесь и будем делать надрез. У меня как раз вот здесь вот надрез на крюке, наверное, висело. Так, ну что, нам нужно отрезать кость, нам нужно вырезать кость. Если у вас не получится вырезать косточку, как это сказать, с маленькими потерями мяса, так? Или как? Ну, в общем, если вы отделяете кости на ней много мяса, ничего страшного. Все равно, это же мы и готовим праздничное блюдо, поэтому я ее уберу в морозилку, потом добавлю ее, когда буду варить холодное. Это не страшно. Поэтому как вырежете, так вырежете. Так, разрезаем ее аж сюда и начинаем потихонечку. срезать вверх мясо. Небольшим ножом. Вот так вот. Тут я вот так вот поддеваю ножом. Значит, смотрите, вот так вот по чуть-чуть, понемногу. Видите, на косточке остается немного мяса. Но не так слишком много. И вот так вот насквозь. Вот видите, часть отрезали. Ну и вот так вот по чуть-чуть. Здесь вообще, видите, вот эта вот вся мясная часть, косточка идет вот сюда. Водичка с грибов вся выпарилась. Сюда добавляем масло, которое у меня было в луке. И на этом масле вот так вот немного поджариваем грибы. Значит, грибы нужно обязательно подсолить. Вот так. Обжаренные грибочки отправляем сюда к луку. И даем им постоять. Как раз разделаем мясо, подготовим. Вся жидкость уйдет вниз. Ну, тут уже, собственно, и жидкости особо и нет. Смотрите. А дальше вот такими вот небольшими движениями срезаем мясо близко к кости. Вот такая у меня получилась косточка. Так, вот эти вот жилки, которые вот здесь ближе к краю, я их убираю, срезаю. И теперь ножки снимаем кожицу и убираем косточки, оставляем только мясо. Вместо ножек можно взять бедрышки. Ну, сегодня у меня ножки. Так, теперь это все нужно посолить. Вот так вот рульку посолить. Мясо с другой стороны курицу посолить нужно. Так, теперь берем специи. Распределяем их и сейчас будем натирать. Вот так. А это оставим чайную ложечку сюда. Курицу вот так вот просто перемешиваем все вместе со специями. Аромат, конечно, чеснока, но что вам сказать, уже очень вкусно пахнет. Так, вот тут вот мы резали кое-где. И вообще, знаете, есть такие прорешенки. Вот туда вот прям специи, 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 специи. Так, теперь как это все собрать? Значит, смотрите. Вот здесь, видите, тонко нет мяса. Вот здесь, вот здесь. И вот здесь часть такая, что здесь нет мяса. Что я делаю? Я беру вот сюда, там, где нет мяса и закладываю. Вот эту сюда. Эту сюда. Перемешиваем грибочки с луком и перекладываем их в рульку. Причем не нужно их распределять по всей рульке. А перекладываем вот сюда на один угол какой-то. Вот так. Сюда побольше, сюда поменьше. Потому что здесь будет большая часть, так сказать, пустого места. Накрываем вот так и скрепляем. Сначала скрепим не у самого края вот здесь, а где-то вот тут вот в начале. Причем скрепить нужно сначала курицу. Вот так, смотрите. И теперь вот этим оставшимся кусочком курицы вот так вот закрываем вверх. И теперь прокалываем свиную шкурку и закалываем вот так. Ну, в общем, зубочистками просто скалываем, чтобы это все немножко держалось. Так, все. Вот таким образом. Вот такими длинными шпажками соединяем верхнюю шкурку. Вот так вот поверх. Как стянуть? Смотрите, берем вот так вот за вот эти вот шпажки и вот так вот стягиваем. И грибами фашируем сюда вовнутрь. Вот, вот так. Получается. Брюки превращаются. Главное расстояние между вот этими длинными шпажками делать не очень большое. Потом мы обрежем вот так вот края. Но если вы будете делать зубочистками, они вам не дадут так стянуть, чтобы оно держало форму. Так, хорошо. В общем, продолжаем вот так вот аж до верха. Грибочки нужно утопить туда вовнутрь. Причем желательно, чтобы грибы не выпадали сильно наружу, чтобы вот так вот мясом оно потом вот так вот и запечется. Значит, я обрезала ножницами края шпажек. Единственный момент, не делайте слишком короткие, потому что они не будут держать. Видите, вот обычная зубочистка, она очень коротенькая, поэтому я так оставила длинненький, чтобы держала. Этому всему нужно промариноваться. Ой, кусок мяса. Вот так. Значит, в чем я буду готовить? Я буду готовить в утятнице. Нужно любое какое-то деко, можно котелок. Но у меня утятница, потому что длинная рулька с крышкой, которая ставится в духовку. У меня небольшая. Если у вас больше, это даже лучше. Вам не придется несколько раз, как мне подливать бульон. Перекладываем нашу красавицу вот сюда. У меня она четко вот так вот, видите, аж тут нафаршировалась. Так, у меня она четко от края до края. Значит, что я делаю? Я вот в таком виде накрываю крышкой и убираю в холодильник мариноваться целую ночь. А утром буду готовить и как раз к вечеру подам ее на стол. Все, ждем, чтобы это все замариновалось. На утро я отправляю сюда 1 лавровый лист и вот так вот где-то, ну, четверть чайной ложки перца. Просто горошком. Полную чайную ложку, да. На пол-литра воды развожу соль. Я периодически где-то раз в час открываю крышку и смотрю, выкипела ли вода. Если вода выкипает, наливаю немножко воды еще. Тушится она у меня где-то 4 часа, не меньше. Чем дольше тушится, тем мягче мясо. Моей мамы на кулинарном канале вышел видео рецепт новогоднего стола. Как приготовить новогодний стол буквально за пару часов. Мамочка всегда готовит вкусно. Обязательно зайдите, посмотрите. Ссылку я оставлю под видео. Возьмите для себя какие-то новые идеи. Такая красота получилась. Стояла она 4,5 часа. У меня я три раза чуть-чуть доливала водичку. Вот так вот подзолотилась. У меня даже крышку не пришлось открывать. Я не знаю, в какой таре вы готовите. Где-то минут за 40 до окончания, как вот я хочу вынимать, можно снять крышку, чтобы сверху подзолотилось. Но вот мне даже не пришлось. В утятнице все прекрасно подзолотилось. Вот такая вот она красивенькая. Внизу жирок, но я его оставляю, никуда не деваю. Пусть полежит хотя бы минут 15 и потом можно перекладывать. Я перекладываю при помощи двух деревянных таких плотных лопаток. Потому что рулька, когда готовится, она прямо распадается. Поэтому нужно перекладывать двумя лопатками. Вот таким вот образом. Вот. Тут кусочек мяса отпало, но ничего страшного. Так, я хочу вам разрезать, показать, какая она выходит. Можно резать вдоль, можно резать вот так, как хотите. Зубочистки вот так вот легко вынимаются. Смотрите. Очень легко. Так как мясо уже готовое, все легко выходит. А маленькие зубочистки там, внутри, сбоку. Выму, когда буду резать. Обычно лучше чуть-чуть подождать, хотя бы минут 20. Потому что ну очень уж горячее. Так. Хочу вам показать. Грибочки. Мясо просто тает во рту. Оно нежнейшее. Оно просто распадается. Очень мягкое. Тушилось 4,5 часа. Нежнейшее. К любому гарниру это очень вкусно. А вот эта сальная корочка здесь. Она вот, ну, мне очень нравится. Значит, вот этот прослойку сала, которое, получается, не все любят. Не все любят очень жирное. Поэтому обычно мужчины у меня едят вот эту прослойку сала. Но мясо получается бесподобное. Вот такое нежнейшее мясо у нас получилось. Обязательно попробуйте. Жду ваши комменты и отзывы. Еще внутрь не обязательно фаршировать грибами. Можно просто сделать ее мясную-мясную. Добавьте тогда больше курицы. Все. Всех люблю, целую, люблю. Бывайте.